роман приветствую тебя приветствую артем добрый день вот очередной эфир снова мы возвращаемся к рынкам очень важно что сегодня потому что сегодня non-farm levels в очередной раз не хочется преувеличивать значимость релиза потому что все уже особенно бывалые трейдеры могут точно сказать что он он формы сегодня не те что когда-то много лет назад да да я в принципе с этим тоже согласен но сейчас новостной фон очень интересный поэтому релиза такого формата ни в коем случае недооценивать не нужно потому что сейчас все те кто торгуют пытаются понять что будет с долларом дальше как монетарная политика американского регулятора влияет на фондовый рынок сша на рынок драгоценных металлов и соответственно на рынок валютных активов то есть разбираясь в том что будет дальше происходить монетарной политикой сша вы в принципе сможете ли по ответ на все эти вопросы разобраться в этом вам как раз помогут частички пазла который складывается из таких важных релизов как non-farm перс короче я сегодня на этот отчет предлагаю смотреть широко не просто анализирует цифры выросла либо не выросла по сравнению с прошлым месяцем а по как эта статистика позволяет ли она говорить о том что американский рынок труда прогрессирует либо напротив регрессирует и после этого конечно же будет яснее решение фрс примет в конце этого месяца на заседание когда ему нужно будет снова вернуться к вопросам высокой инфляции и успокоить общественность тем что они я имею ввиду руководство американского регулятора держит руку на пульсе готова бороться с индексом потребительских цен в целом новостной фон я думаю ты со мной согласишься особенно этой неделе позволяет работать по трендам очевидным рынок крайне волатильный это хорошо то что на рынок пришла как выражается молодежь движуха потому что какое-то время вы начали уже скучать до более зажатых range коридоре а сейчас многолетние минимум максимум в зависимости от того как посмотреть на финансовые активы и это тренды которые скорее всего продолжится я предлагаю перейти к демонстрации экрана мне прям открыто евро доллар один из героев опять же по волатильности и по движения этой неделе потому что по евро доллару минимальные отметки с собственно начала двухтысячных году есть это минимум и больше чем за 20 лет 1 0 1 59 сейчас на текущих отметках трудно сказать что вот так вот просто пару евро доллар протащи дальше для до паритет хотя это логично потому что мощный нисходящий импульс евро снижается потому что активно растет индекс американского доллара индекс доллара и пара евро доллар они коррелируют между собой евро снижается потому что очень велика угроза аналитического кризиса которая кстати говоря усиливается с каждым днем буквально следующей неделе тех кто следит за новостным фоном знают что с понедельника будет приостановлена работа газовой магистрали северный поток это основной канал поставок газа российского страны с и я на своих брифингах рассказывал что заявлено что это приостановка простые работы по обслуживанию техническому которые будут длиться всего лишь 10 дней то есть это ежегодное плановое мероприятие но хотя кто внимательно следит за тем как не просто развиваются отношения между россией и европейским союзом пытаются уже прикинуть сценарии альтернативные но которые с большой долей вероятности реализуются это то что после 10 дней если работа этого газового провода будет установлена то объемы поставок будут уже в разы меньше и второй сценарий который мне кажется более чем вероятен это то что работа этого газопровода больше не восстановится и соответственно данный ест по мере приближения времени уклонно движется вперед уже совсем скоро осень и если работа этого газопровода будет поставлена на стоп конечно же страны если смогут обеспечить необходимый объем накопление запасов перед началом зимние осенне зимнего сезона запасов а прежде всего газа который обеспечивает больше 60 процентов европейской промышленности отсюда какой вывод что очень скоро европейскую экономику накроет новый пик по инфляции она может превосить 10 процентов и евро останется для аутсайдеров могу привести в качестве доказательства того что не только я думаю что евро останется под давлением еще отсылку на такие банки как джипи морган bank of america city вот бломер у меня включен вчера был репортаж о том что сейчас скоро мы увидим 090 по паре евро доллар это слишком конечно же уровне которые далеко расположены от текущей планки но я думаю что сегодня по мере выхода нон фармов вот это давление на евро может сохраниться поэтому на мой взгляд сейчас как раз те условия когда не нужно выдумывать нужно просто плыть по течению в данном случае по тренду и ждать соответственно и снижение пары евро доллар вот до вот этого паритетного значения также обращаю внимание что пользу такого сценария называет и индекс выничных настроений кайман мы с тобой несколько эфиров назад обсуждали его по показателям и еще один комплимент ему потому что давно была зафиксирована уже перекупленность по этому активу то есть все участники рынка ожидали что кайман подаст сигнал что вот-вот должен произойти разворот покупали евро считая что дно уже достигнуто и соответственно когда толпа оказалась покупках кайман собственно подтвердил свой статус того что хорошо просвечивает возможности и направил рынок против толпы в данном случае вниз и пока что это состояние каймана сохраняется в моменте могу проще сказать что на прям на текущий момент 73 процента трейдеров евро покупают но это подавляющая часть значит и запрос был с твоей стороны кулуарно так подсветить что есть по золоту по золоту 1742 доллара за тройскую унцию все плохо скажем так потому что доллар очень точнее золото очень трудно сейчас расти на фоне крепчающего доллара золото явно сейчас не пользуется спросом как защитный актив потому что она приори вряд ли может расти при таких показателях доходности американских облигаций как мы видим сейчас и когда доходности растут реже когда растет курс доллара ну ежу понятно что те кто ищет защиту они будут делать акцент на тот актив который все-таки показал какой-то результат период от этой экономической неопределенности если мы будем анализировать динамику золота за последние месяцы мы увидим что там затяжной нисходящее пике и потеряли бы инвесторы больше десяти процентов то время как на индексе доллара на американской валюте или в американских облигациях за период можно было бы заработать процентов ну по облигациям больше 20 процентов а по индексу доллара конечно же чуть поменьше я хочу обратить внимание вот если кому-то интересно куда золото смотрит долгосрока можно оттолкнуться от последнего отчета комиссии по торговли товарными фьючерсами а из которого следует что сейчас совокупный лонг спекулятивный он составляет примерно 150 тысяч контрактов последний раз такое было в начале девятнадцатого года в начале девятнадцатого года золото стоило 1300 долларов за тройскую унцию поэтому складываем вот все вот эти аргументы крепкий доллар рост доходности американских облигаций то что рост трежерис продолжится это очевидно потому что трежерис тянутся к ключевой процентной ставки сша фрес повышает процентную ставку золото соответственно останется под давлением и снова отсылка к айману здесь восстановка следующая по покупателям и продавцам 74 процента трейдеров а золото покупают поэтому горизонт снижения еще сохраняется я думаю что даже сегодня роман пада нон фармы как источник волатильности мы легко можем увидеть 1720 или даже 1700 долларов за тройскую унцию вот на вот этих двух активов хочу остановиться сегодня потому что за ним нужно последить самый интересный фон и еще и по психологии опять же подкрепленное ограниченное настроение поэтому слова тебе да очень интересно действительно текущая ситуация на мировых рынках да уникальная мы видим по одним активом рекордные многолетние максимумы по другим многолетние минимумы это скажем так очень интересно наблюдать но я сразу сделаю демонстрацию тогда сейчас я так появилась да ну да значит что касается индекса доллара и евро ну вот на примере индекса доллара да я тоже посмотрел у него были кстати периоды когда вот из-за этой мощной волатильности он несколько недель находился вообще в коррекции вот например уже сюда и некоторые участники некоторые у меня мне говорили что мол вот вы говорите доллар индекс доллара растет а он что-то вот падает падает долго-долго я говорю подождите подождите немножко просто дайте время ему вот и все и просто эти коррекции они просто за счет высокой волатильности кажется что это нисходящий тренд на самом деле это просто высокая волатильность когда цена вверх не скачет то же самое по S&P 500 мы сейчас увидим вот и ну что мы видим опять он восстановился и вот такими ступеньками консолидациями прорывает очередную консолидацию опять идет вверх поэтому для тех кто ищет точку входа поудобнее я рекомендую мои любимые зеркальные уровни которые я каждый понедельник у себя на канале провожу аналитику и вот здесь сейчас нарисовал очередная коррекция если будет у нас по индексу доллара то вот в районе цены так сейчас я уберу окошечко цену в районе цены 105.381 можно будет ставить ордера на покупку для долгосрочной покупки кто долгосрочным торгует кто краткосрочно я использую скальпингу и стратегию я здесь рекомендую краткосрочные тейк профиты для того чтобы зарабатывать на сильных импульсах от уровней там больше скажем так вероятность выйти плюс большие гарантии закрытия профитной сделки вот что касается вот S&P я кстати говоря сравнивал на последнем выпуске у себя на канале ссылочка кстати на канал будет в описании сравнивал с биткоином я про биткоин вот открою тоже делал анализ его что еще несколько месяцев даже назад пару месяцев о том что будет разворот от линии поддержки и это видно по прошлому максимуму вот здесь вот видно будет разворот я об этом говорил уже давно так и случилось сейчас пошел разворот от уровня ну примерно 20 тысяч долларов за биткоин вот но надо учитывать конечно такое сильное давление на него сейчас вообще и в обществе в крипто сфере вот в этой во все что возможно все таки он может еще дальше пойти но краткосрочное движение произошло да вот наши четыре мы видим вот те кто следят за моими выпусками за моими выпусками в канале мне телеграм-канал есть вот на этом заработали и очень похоже это на S&P 500 сейчас она тоже движется вниз вот так вот предыдущему уровню предыдущим максимуму да здесь была вот такие вот высокая волатильность была но тем не менее этот уровень как широкая зона такая она сохраняется поэтому если S&P 500 все-таки дойдет до этого уровня то отсюда также я ожидаю коррекцию от уровня данном случае 3403 вот но вот такие вот заметки у меня по поводу этих активов что касается нефти и газа да тоже ее конечно сотрясает волатильность то она падает то она растет но в целом то она по сути дела растет вот и учитывая то что и в Европе да с газом проблемы сейчас вот эти вот траблы так сказать этот значит северный поток там выражаясь бульварным языком в Европе чуть ли уже не хотят там порезать на металлолом то есть если там это действительно будет все происходить это варварство то действительно цены будут лететь вверх кому это выгодно ну понятно америке выгодно потому что чтобы сократить доходы россии чтобы увеличить свои доходы свой сжиженный газ переправлять в европу хотя это кажется просто парадоксальным но тем не менее рынок он всегда немножко парадоксален далек от логики вот и здесь тоже вот мы видим такую консолидацию широкую вполне возможно что это будет просто вот такая широкая консолидация и движение дальше наверх но дело в том что газ ну я сказал про газ показываю нефть газ уже летит вверх да по всем этим позициям и вот недавно нефть медведев сказал что по нефти мы тоже ну я конечно не скажу что медведев великий экономист но тем не менее политика тоже очень сильно двигает экономику и нельзя не учитывать его оценки а по его оценкам цена на нефть составит более трехсот четырехсот долларов за баррель то есть это то что сейчас мы видим это могут быть цветочки ну то есть надо это учитывать такую динамику нельзя исключать поэтому и что касается золото да тоже вот как игру везде вот эти высокая волатильность индекс индикатора терна зашкаливает если кто разбирается метатрейдеры вот и единственную поддержку от которой я рекомендую покупать золото сейчас его тоже не рекомендую покупать потому что действительно доллар растет он все за собой тянет мы золото поскольку она выражается в долларах она сейчас проседает но это не золото проседает это просто доллар растет поэтому ожидаем если он все таки дойдет до этого уровня то можно закупиться со стопами за линии поддержки от уровня 1702 доллара за тройскую функцию и вот в расчете на то что он все-таки устаканится когда интересная ситуация да когда золото у нас вроде как защитный актив но в эпоху действительно вот цифровых и виртуальных и активов да такая такие активы как доллар который ну является по сути бумагой но тем не менее в него верит большинство людей в мире как бы кому не хотелось тем не менее она пересиливает силу реального золота хотя в некоторых странах там во многих африканских странах я вот читал недавно в венесуэле там кусочками золота рассчитываются за продукты то есть они ну на этом уровне казалось бы это средневековье но с другой стороны иногда это может оказаться более надежным хранением средств чем некоторые валюты в которых люди хранят а потом они обесцениваются да ту же турцию посмотреть там постоянно лира рушится против доллара доллар крепчает и крепчает вот и вот данном случае инвестиции в доллар действительно да индекс доллара либо продажа долгосрочная евро доллара сейчас оказывается более преимущественно и более перспективной нежели инвестиции в золото ну вот такая вот реальность бытия ну вот да такие вот рекомендации мы можете учесть на своими сезонами пилот спасибо большое спасибо за твои рекомендации разделки то что подсветил тоже возможности напоминаю что сегодня он фармы опять же те кто торгует на как к срок точно должны учитывать это потому что если уж повтор никогда не было вообще ровно никакого отсчета мы увидели движение по несколько сотен пунктов по валютным активам то сегодня может получиться очень крутое закрытие недель нужно контролировать риски следить за загрузкой депозитов одно дело это совмещать технический анализ фундаментальной психологии ну ни в коем случае не забывайте друзья что на рынок он иногда настолько коварен что может просто плюнуть на все эти подходы и показать то что вот ему кажется более приемлемо и так далее поэтому лично я рекомендую смотреть больше на средний долгосрок потому что там хоть какие-то тенденции можно ловить и то что происходит с долларом сейчас с евро доллара доказывает то что фундаментальный фон это не пустой звук и с ним нужно считаться в общем как то там роман еще раз большое тебе спасибо что нашел время сегодня подключиться обсудить это же классного закрытия недели хороших выходных и тогда до следующей встречи спасибо пока пока